Этот вкус и аромат вы ни с чем не перепутаете. Забылы, кичевычи и белорыбецы, горожане полюбили рыбака Камчатки. Строгий отбор продукции и контроль производства на каждом этапе. Вот что отличает его от других производителей. Потому и получается такое нежное филе, от которого невозможно оторваться. Здесь самая лучшая продукция у них. И отношение к людям как-то у них, вы знаете, вот очень хорошее. Они объяснят и скажут, и посоветуют. Хорошее отношение к конечному потребителю начинается с Камчатского края. В рыбообрабатывающих цехах рыбу сортируют по размерам С, М и Л. Так вот, рыбак Камчатки закупает чавычу и белорыбецу только больших размеров. Именно эта рыба уже нагуляла жирок, а значит богата омега-кислотами и витаминами группы В, Д и Е, а также йодом, калием, цинком и магнием. Производитель готовит продукцию непосредственно перед приездом, и это достаточно легко проверить. В Мэйкруках сейчас ветеринарное свидетельство, его выдают тем предпринимателям, чей продукт отвечает нормам ГОСТа. Итак, мы сейчас наводим на кур-код. Выдали 7 августа, а это значит, что в пятницу получили свидетельство, и уже в понедельник рыбная лавка приехала к нам в Березники. Секрет сливочного вкуса с дымком в технологии копчения. Готовят ее в красных каменных печах, а при производстве используют опилки яблони, ольхи и вишни. Этот рецепт тщательно выверялся годами, а теперь стал визитной карточкой рыбака Камчатки, горячего и холодного копчения на прилавке кижуч, нерка, чавыча, зубатка и палтус. Интересный балычок белого мяса, посмотрите, жирное, сочное, прекрасное мясо, ни одной косточки. Рыбка достигает до трех минимум метров в длину, это большая хищная рыба. Эта рыба просто тает во рту. И также имеется горячее копчение. Горячее копчение кушается ложечками. Хочется съесть ложечку и не одну красной и кричевычи. Она здесь свежая и клинки целые и без воды. Также на прилавке кумжа, корюшка, горбуши и нерка. Дары Камчатки из Дальнего Востока ждут вас в ДК имени Леина. Проверенный поставщик рыбак Камчатки ждет вас до 15 августа. Елена Силакова, Степан Икрасов. Новости Верхнекамья.